Элитные войска Какие задачи выполняет пограничная служба ФСБ России? 28 мая 2019, 7.34 Алексей Заквасин Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники погранслужбы ФСБ России. В ее обязанности входит охрана самой протяженной в мире границы, длина сухопутных и водных рубежей РФ превышает 60 тысяч. КМ На вооружении зеленых фуражек современная сухопутная техника, сторожевые корабли, дистанционные средства контроля и наблюдения. По словам специалистов, на сегодняшний день наиболее опасным участком российской границы из-за провокации и угроз со стороны Украины является Крым. С целью пресечения диверсий ФСБ координирует действия с Черноморским флотом и армейскими подразделениями. 28 мая в России отмечается День пограничника. С 2003 года ответственность за охрану государственных рубежей несет погранслужба ФСБ. Первоочередными задачами зеленых фуражек являются контроль за соблюдением законности пересечения газграницы, борьба с контрабандистами, браконьерами, нелегальными мигрантами, небольшими террористическими и диверсионными группами. Из-за огромных размеров российской территории профессия пограничника никогда не теряла своей актуальности. Протяженность сухопутной и водной границы РФ составляет свыше 60 тысяч. КМ. Ежегодно сотрудники ФСБ пресекают около 45 тысяч. Правонарушений. Зеленые фуражки несут службу непосредственно в приграничной полосе, на пунктах пропуска, в аэропортах и морских портах. Пограничников можно назвать элитными войсками. Требования к ним весьма серьезные. Помимо умения превосходно обращаться с оружием, пограничник должен проявлять большую внимательность при идентификации и проверке граждан, пересекающих границу. Также почти все зеленые фуражки работают со сложной аппаратурой. В связи с этим на службу стараются принимать людей с высшим образованием, рассказал А.Т. Полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко. Подготовка офицеров осуществляется в пограничной академии ФСБ России и шести институтах, расположенных в Галицине, Москве, Кургане, Калининграде, Хабаровске и Анапе. С 2008 года подразделения зеленых фуражек комплектуются только контрактниками. От Хайсена до Крыма. В прошлом году российские пограничники отмечали 100-летний юбилей службы. 28 мая 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет об учреждении пограничной охраны. В советские годы зеленые фуражки входили в состав НКВД, а после Великой Отечественной войны были включены в структуру КГБ. Главной задачей советских пограничников была борьба с контрреволюцией, бандитизмом, контрабандистами, незаконным оборотом оружия, шпионажем и диверсиями. С 1929 по 1939 год численность пограничной охраны увеличилась в три раза, с 41 до 134 тысяч человек. Особое внимание советское правительство уделяло защите западных и дальневосточных рубежей. Также по теме «Московская застава». Как российские войска спасли Таджикистан от исламистов 25 лет назад российские военнослужащие стали форпостом на пути проникновения исламистов в Центральную Азию. 8 марта 1993 года в. Зеленые фуражки участвовали в боях с японскими милитаристами. В июле-августе 1938 года отечественные пограничники мужественно сражались с Квантунской армией вблизи озера Хайсан, а спустя год – на реке Халхингол. Бессмертной славой покрыл себя 17-й краснознаменный Брестский пограничный отряд, вступивший в бой с превосходящими силами вермахта 22 июня 1941 года. Советские погринвойска участвовали в обороне Минска, Киева, Одессы, Севастополя, Ленинграда, Мурманска, Смоленска, Москвы и Сталинграда. Когда стратегическая инициатива перешла к СССР, зеленые фуражки были задействованы в наступательных операциях Красной Армии, в том числе в Берлинской, 16 апреля, 8 мая 1945 года. После победы над нацистской Германией в немецкой столице нес комендантскую службу отдельный 105-й пограничный полк. С 1945 года до середины 1950-х годов зеленые фуражки боролись с украинскими и прибалтийскими националистами. На Дальнем Востоке в марте 1969 года 57-й иманский пограничный отряд вступил в неравный бой с китайскими войсками, нарушившими советскую границу в районе острова Даманский. В 1980-е годы пограничные войска выполняли боевые задачи в Афганистане, а после распада Советского Союза сдерживали натиск маджахедов в Таджикистане. Выдающийся подвиг совершила 12-я застава московского погранотряда. По словам специалистов, на сегодняшний день самым опасным участком российской границы является пограничная полоса между Россией и Украиной в районе Крыма. В августе 2016 года вблизи армянской сотрудники отряда «Вымпел» ФСБ совместно с военнослужащими 247-го десантно-штурмового полка ликвидировали диверсионную группу, подготовленную Главным управлением разведки, ГУР, Минобороны Украины. В том бою погибли подполковник ФСБ Роман Каменев и ефрейтор Семен Сычев. 25 ноября 2018 года береговая охрана ФСБ задержала в Керченском проливе три судна ВМС Украины, которые нарушили территориальные воды РФ и не подчинились требованиям пограничников. В интервью российской газете руководитель погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов подчеркнул, что сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму на Керченской транспортной переправе, а также провокации в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма. Самый укрепленный участок. В рамках программы вооружения погранслужбы ФСБ России на период до 2020 года подразделения «зеленых фуражек» получили новое вооружение, боевую технику, беспилотники, средства связи, радиолокационные станции, РЛС, тепловизоры, различные датчики и комплексы наблюдения, позволяющие дистанционно контролировать обстановку в приграничной полосе. По словам Владимира Кулейшова, технические средства охраны работают на самых различных физических принципах. Современное оборудование позволяет не только фиксировать злоумышленников в любую погоду и время суток, но и определять направление их движения. Карта в предвыборной колоде Порошенко на Украине заявили о планах направить военные корабли в Керченский пролив. Украина намерена вновь направить военные корабли в Керченский пролив, когда ВМС и партнеры Киева будут готовы, заявил министр. Охрану морских рубежей РФ осуществляют сторожевые корабли проекта 22460 «Охотник», проекта 22100 «Океан», катера проекта 10410 «Светлячок», проекта 12200 «Соболь», проекта 12150 «Мангуст». На вооружении судов находятся артиллерийские установки и крупнокалиберные пулеметы. В общей сложности в составе береговой службы ФСБ около 300 кораблей различного класса. В беседе С.А.Т. военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что на наиболее опасных участках российской границы, как правило, устанавливаются погранзаставы. Зеленые фуражки могут вступить в бой с диверсантами и террористами, но в случае необходимости на помощь пограничникам придут общевойсковые подразделения и ВКС. О береговой службе ФСБ, корабли ВМФ и морская авиация. На вооружении пограничников в принципе нет тяжелой военной техники. В задачи зеленых фуражек не входит проведение крупных операций. Их ключевая обязанность – пресечь прорыв границы небольшими вражескими формированиями. Если будут замечены крупные группировки противника, то пограничники информируют армейское командование и действуют совместно с ним. Подобное взаимодействие часто отрабатывается на учениях пограничников и частей Минобороны, пояснил Кнутов. По словам руководителя погранслужбы ФСБ России, приоритетное внимание пограничники уделяют охране границы с Украиной. В 2018 году на сухопутном участке завершено развертывание высокотехнологичного сигнализационного комплекса протяженностью более 60 километров. Кроме того, крымский участок государственной границы оборудован камерами видеонаблюдения, тепловизионными приборами, сейсмическими датчиками и другими техническими средствами охраны границы, интегрированными в единую систему, сообщил Кулишов. Как полагает Кнутов, в Крыму был сформирован самый укрепленный участок российской границы. Усиляв СБ и Минобороны по защите полуострова продактованы широким спектром угроз, связанных с деятельностью СБУ и ГУР Минобороны Украины. И новый президент соседней страны Владимир Зеленский не собирается отказываться от политических и территориальных притязаний к России, констатировал эксперт. Антироссийская направленность политики КЕВА не изменится. К сожалению, нет предпосылок к тому, чтобы новая украинская власть отказывалась от подготовки диверсантов, терактов и всевозможных провокаций. По крайней мере в ближайшее время проблемы с повестки дня не уйдет. Работы у погранслужбы и ФСБ будет хватать, но, учитывая качество подготовки зеленых фуражек и уровень их технической оснащенности, все задачи по охране границы будут выполняться, резюмировал Кнутов. Продолжение следует...